Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас. Сегодня мы продолжаем с вами читать Святой Евангелие. Мы начинаем 8 главу Евангелия от Луки и прочитаем два зачала, 35 и 36. Значит, будем мы читать с 1 стиха по 16. Для тех, кто пока еще не силен в церковнославянском и трудно воспринимает его на слух, я настоятельно советую взять в руки Евангелие по-русски или на любом другом языке, который для вас родной, и читать параллельно вместе с нами. Итак, начинаем с вами 8 главу. И бысть по сем, и той прохождаши сквозь грады и веси, проповедуя и благовествую Царствие Божие, и оба надесяти с ним, и жены некие, я же бяху, исцелены от духов злых и недуг, Мария, нарицаемая Магдалина, из нея же бесов, седьм и зыди, и Иоанна, жена Хузаня, приставника Иродова, и Сусана, и иным ноги, я же служаху ему от имений своих. Здесь мы с вами встречаем перечисления имён жён Мироносец, среди которых первой, конечно, стоит Мария Магдалина. Мария Магдалина жила в городе Мигдале, город Мигдаль, от слова Мигдаль – башня. Сейчас мы называем его чаще в греческом произношении город Магдала. И раскопки Магдалы находятся на берегу Галилеевского моря, недалеко от Тиверии, как бы между Тиверией и Капернаумом, так можно сказать. И вот Мария Магдалина была родом оттуда, и Господь исцелил её от какой-то очень тяжёлой болезни. Мы с вами когда-то уже говорили, что не была она, конечно, никакой блудницей. Это, к сожалению, традиция наиболее распространённая сейчас, но она западная, традиция более поздняя. А по нашему православному преданию, одержание семью бесами – это означает её тяжёлую болезнь. В то время так обычно выражались, говоря о тяжёлой какой-то психической болезни или нервном расстройстве. Может быть, эпилепсия у неё была, может, ещё какая-то болезнь. И вот Господь исцеляет Марию Магдалину от тяжкого недуга, и она дальше везде следует за ним. Дальше идёт Иоанна, жена Хузина, то есть жена Иродова домоправителя, которого звали Хуза. Это та самая Иоанна, которая спасла главу Иоанна Претечи. Впоследствии есть такое предание, что именно она забрала голову Иоанна Претечи после его казни и похоронила её у нас на Илеонской горе. Также упоминается здесь Сусана и иным ноги, которые служили ему от имений своих. Имеется в виду, что женщины, следовавшие за Христом, поддерживали апостольскую общину своим преданным, то есть тем, что полагалось им от их родителей, их имение. Это подтверждает, что женщины в то время в Иудее могли иметь какое-то своё личное состояние, какую-то землю, которая им только принадлежала, или какую-то сумму в деньгах, вложенных, может быть, в торговлю, во что-то. И весь доход от этого они отдавали общине, потому что ни спаситель, ни апостолы не работали уже, и они только проповедовали, исцеляли, трудились уже совершенно другой ниве. И вот для того, чтобы они могли существовать, как-то питаться, женщины эти дивные отдавали своё имение. На эти же средства покупался хлеб и для нищей братья, и для тех, кто приходил издалека ко Христу, и иногда нужно было их покормить, поддержать. Вот первое зачало говорит нам с вами о жёнах-мироносицах. А дальше Господь предлагает народу притчу. Вот об этой притче мы поговорим с вами сегодня подробнее, но для начала давайте прочитаем. Разумевающе же народу многу и от всех градов грядущим к нему рече притчу. И зыди сеей сеяти семени своего, и егда сеяше ова паде при пути, и упопрана бысть и птицы небесные позабоша е, а другое паде на камени, и прозяб усше за не не имяше влаги. И другое паде посреди терния, и возрасте терния, и подави е, другое же паде на земли блазе, и прозяб сотвори плод старицею. Сия глаголя возгласи, имей ей уши слышите да слышит. Вопрошах уже его ученицы его глаголюще, что есть притча сия. Он же рече, вам есть дано ведать и тайны царствия Божия, прочим же в притчах, да видяще не видят и слышаще не разумеют. Есть же сия притча. Семя есть Слово Божие, а и же при пути суть слышащие. Потом же приходит дьявол, и вземлет Слово от сердца их, да невервавши спасутся. А и же на камени, и же егда услышат, с радостью приемлют Слово. И сие корени не имут, и же во время веруют, и во время напасти отпадают. А и же в тернии падшие, сии суть слышавшие, и от печали, и богатства, и с ластьми житейскими худящие, подавляются и не свершают плода. А и же на добре земли, сии суть, и же добрым сердцем, и благим, слышавши Слово, держат, и плод творят в терпении. Сия глаголя, возгласи, имея уши, слышите, да слышит. Вот так удивительно здесь нам дается и сама притча, и толкование, и тем не менее, нам, нынешним христианам, нужно еще что-то здесь для себя пояснять и размышлять, потому что мы уже оторваны от земли, мы не живем на земле и не так остро уже ощущаем вот эту связь нашу с землей и нашу зависимость от плодородия, почвы, от того, как зерно, как семя взойдет на ней. И это не только сейчас так, уже и в IV, и в V, и в VI веке начали появляться первые толкования на Евангелии, и эта притча ее толковал и Иоанн Златоуст, и святитель Кирилл Александрийский, и разные святые, и связано это с тем, что, видимо, и тогда уже очень многие христиане жили в городах, в частности, Иоанн Златоуст проповедовал в Константинополе, соответственно, уже тоже были оторваны от земли, и они ощущали всей простоты, казалось бы, и ясности вот этого рассказа, который Спаситель здесь приводит. Но вот давайте и мы, основываясь на святых отцах, больше же всего на святом Иоанне Златоусте, потому что его толкование наиболее простое и доходчивое до нас, поговорим с вами сегодня об этой притче. В этой притче Господь уподобляет себя Сеятелю. Мы с вами, конечно, наверное, сразу же вспоминаем другие притчи, где Господь называет себя хозяином винограда, который насадил виноград. Вот как здесь, так и там. Господь сеет, Господь, соответственно, сажает, а растить поручается нам и, как в притче о винограде, виноградарем, то есть тем, кто должен заниматься нами, как паства и как народом. Иными словами, имеется в виду здесь и пророки, и священники, и те, кто в той или иной степени способен нести Слово Божие и учить других. Так вот, в этой притче Господь Сеятель. Удивительно трогателен этот образ, потому что грехи наши заграждают от нас Царствие Небесное. И вот Господь снисходит к нам и снисходит не для того, чтобы вырвать терния, не для того, чтобы выжечь землю, заросшую сорняками, а для того, чтобы посеять на ней доброе семя, семя своего учения. Это удивительный образ, сам по себе уже очень дающий богатые размышления нашей душе о любви Божией к нам и о том деле, которое Господь творит. И ведь не только тогда Господь сеял, когда Он непосредственно проповедовал на земле, сеет Он и сейчас, сеет не только Словом Божиим, которое мы слышим в храме, которое сейчас уже слышим из телевизора, из интернета, и уже не знаю откуда, сеет Господь и обстоятельствами, и теми событиями, которые происходят в нашей жизни. Все можно принять за вот это действие. Господь дает, иными словами, сеет, бросает в нашу душу семя своего учения, семя своего слова. И вот слушатели слова оказываются то дорогой, то тернием, то камнем, то благодатной землей. И Господь дает пример того, как семя восходит. А здесь возникает вопрос, если мы с вами присмотримся, получается, что три части посеянного семени погибают, и только одна прорастает. То есть учение Христова это что-то, что попадая в сердце человека, должно там расти, как зерно горчичное, которое меньше всех семян, из него вырастает большое дерево, большой куст на самом деле, такая трава, она очень-очень высокая может быть. Так вот, соответственно, нужны какие-то условия для того, чтобы Царствие Небесное в нас выросло, в нас создалось, как младенчик в утробе матери фактически. Семя заронено, а дальше должно расти и должно создаваться вот это Царствие Небесное внутри нас. И Господь показывает разные состояния человеческой души, сравнивая с разной почвой. И вот выходит, что три четверти погибает, и только одна попадает, только одна четверть урожая, так сказать, случается и дает земля плод. Для слушателей Христа это был очень понятный образ. У нас же не чернозем, у нас земля очень тяжелая и плодородной земли у нас очень мало. У нас как раз больше мест, где терния, где камни и где дороги. Поэтому этот образ абсолютно ложился легко на душу людям, тем более, что в то время земледелием практически все занимались, хоть чего-нибудь дорастили обязательно, потому что не было так широко развито промышленное сельское хозяйство, соответственно, нужно было себе растить и овощи, и фрукты, а кто-то и хлеб растил. Соответственно, было это очень понятно. Пойди, найди плодородную землю, а как еще надо ее обработать, а сколько надо труда в нее вложить, чтобы она чего-то дала. Ну, кроме Орданской долины, где у нас земля, как говорят, палку воткни и растет. Действительно, очень плодородная почва, но и там нужен все равно большой тоже труд. И вот получается, что семя падает на разную почву. Справедливо ли это? Зачем же сеятель не смотрит внимательно, куда падает его семя? Ну, как это скорее было бы в жизни, да? Сеятель скорее бы внимательнее все-таки смотрел, куда падает драгоценное зерно. Вот в том-то здесь и разница, что Господь дает свое слово абсолютно всем. Вот в этом смысле тоже проявляется любовь Божия, Господь абсолютно всех призывает. Нет никого, кого бы Христос не призвал и сказал бы, а тебе я свое слово не дам, не скажу и не доверю, потому что априори знаю, что ты не способен. Нет, Господь дает абсолютно всем, соответственно, всех как бы ставя в одинаковые условия. То есть тебе дано абсолютно то же, что и другому, а теперь ты должен это возделывать. Теперь уже от тебя зависит, что дальше будет с этим происходить. Ну, зависит в степени нашего усилия и нашего желания, скажем так. И вот в этих трех образах камень, терния и дорога Господь показывает три наиболее типичных, скажем так, причины, по которым не растет вот это семя. Ну, первое из них, скажем, о дороге. Это те, кто беспечные, ленивые, незаботящиеся, о возрастании Слова Божия. Наверное, это те из нас, кто получили Слово, приняли его в какой-то мере, но заходят иногда в храм, может быть, как-то по-своему даже веруют, но не хотят трудиться, жить жизнью духовной активно. Вот к ним, наверное, к нам, да к каждому из нас, наверное, в какой-то степени. Мы все в этом состоянии, даже те, кто ходит в храм регулярно, и посты соблюдают. Все равно мы каждый знаем, где мы, скажем так, недорабатываем, проявляем беспечности, лень. Вот, наверное, им можно уподобить. Таких людей можно сравнить с дорогой. Дальше речь идет о камне. Камень – это, как святитель Иоанн Златоуст говорит, самые слабые, те, которые просто нечувствительны к духовной жизни и совсем не хотят впускать в себя Слово, то есть не дают даже корни пустить этому семени, то есть совсем отталкивают, отторгают и никаким образом не принимают его, то есть жестокосердие. Однако виновней всех святитель Иоанн Златоуст считает тех, кого Господь уподобляет тернием. Терния – это приверженные к богатству, комфорту люди, не выдерживающие искушения. И почему святитель Иоанн Златоуст так жестоко это слово говорит нам? Потому что Господь говорит «век сей и лесть богатства не дает им растить это семя». Вот он считает, что век сей и лесть богатства это вообще причина всех грехов. Так Иоанн Златоуст объясняет нам почему. Потому что век сей – это наша земная жизнь. Вот земная жизнь со всеми ее скорбями, тяготами, желаниями, трудностями, страхами, борьбой ежедневной за наше выживание, за то, чтобы удержаться в этой жизни, в этом мире. Особенно это, конечно, трудно семейным людям, на которых ответственность огромная лежит. Вот век сей, если мы живем по его законам и решаем вот эти все миллионы задач земными способами, то есть не на Бога уповаем, а уповаем на свой труд, талант, усилия и, главное, жаждем благополучия в этом веке всем больше всего на свете, от этого рождается огромное количество грехов, и это заглушает как терния, вот эта семечка, росточек маленький, Слово Божие, который Господь нам в душу заранил когда-то. И вот также лесть богатства, Иоанн Златоуст говорит, богатство действительно это сплошная лесть, обратим внимание, говорит он, не сам век виноват, то есть наша временная земная жизнь, и не само богатство виновата, а виновата наше отношение к нему, потому что если человек богатству не привязан и свободно отдает его другим и тратит его на добрые дела, на благотворительность, на близких ему людей и не копит, не привязан к нему сердцем, то богатство не повредит человеку как таковое, вредит отношение к нему, лесть богатства, он говорит, сплошной обман, стремление быть богатым, что богатство дает свободу, богатство дает человеку стабильность ну кто что говорит да это лесть это обман да вот этот обман и приверженность к миру сему вот именно это закрывает вот эти тернии которые закрывают этот росток не дают ему пробиться к солнцу к богу и а златоуст видите как считает вот таких людей наиболее виновными а это на самом деле к большинству из нас то и относится потому что как раз таки мы все в основном при приняли ну имя виду вот к людям церковным да так назовем которые воцерковленные как сейчас принято называть потому что мы как раз слова в свое время и приняли и уже чего-то даже сделали какие-то шаги уже как-то даже духовную жизнь наладили но очень часто она у нас заглушается другими более важными делами так что наверное именно поэтому я златоуст так выделил свои проповеди отдельно вот нас грешников до тех кто все вроде бы и знает и получил и даже семечко растить начал а потом все это забывается за за делами за заботами и так далее и вот я златоуст подчеркивает нам что виноват не зной и не засуха что не те тернии которые взошли виноваты а виноваты мы которые не поливали свое растение виноваты мы которые допустили этим терниям вырасти соответственно он говорит вине не вещи а самого себя очень нужная притча в наше время особенно сейчас когда мы в очень тяжелый такой период перестройки мира вступили да сейчас очень много всего происходит нам совершенно непонятного и тяготящего нас и вроде бы как вызывающего такое даже некое отчаяние у некоторых людей и обиды какие-то у кого-то на церковь и у кого-то на на правительство у кого-то даже на господа бога до маленькие испытания но уже видно как они возбудоражили возмутили скажем тогда большую часть и даже верующих людей и вот наши сейчас отношения к ним к этим вещам будем считать их терниями да очень важно потому что если увлечемся этим потеряем покой и мир душевный то дальше искушений и терниев будет только больше то есть от нас сейчас зависит внутренний покой и мир храните семечко свое там растить поливать чтобы из него большое дерево выросло чтобы внутри нас царствие небесное создалось и не обращать внимание на все вот эти смуты перипетии которые вокруг нас а будет их только больше мы это знаем с вами из евангелия да что будут страхи болезням и слухи болезни мы потом еще войны начнутся еще не знаю чего христианину нужно именно сохранять вот эту стойкость веры это очень для нас важно с вами ну вот вот такое у нас с вами сегодня чтение евангелия мои дорогие на этом я с вами хочу уже попрощаться но прежде чем попрощаюсь хочу объявить вам о том что в эту субботу и в это воскресенье у нас на топусе опять будут события в прямом эфире и очень интересные в субботу наш гид по православной италии мария шургина предлагает вам бесплатную лекцию в прямом эфире посвященную христианским святыням италии вы побываете вместе с ней при помощи ее рассказа и фотографий во всех буквально знаменитых храмах соборах монастырях где хранятся известнейшие христианские святыни и маша будет об этом нам рассказывать соответственно в субботу объявление во сколько чего что смотрите на топусе в заходите на наш сайт описание есть естественно в этом видео я даже сейчас наверное прямую ссылочку тоже заодно поставлю и там страничка прямой эфир и там есть расписание событий ближайших событий прямом эфире в воскресенье же нас с вами ждет сказочная совершенно прогулка историческая прогулка по старому городу в праге в праге есть вышеград на горе стоящий замок и соборы и очень красивый старый город и вот по вышеграду нас поведет наш новый автор александра из праги новый автор топуса у нее уже есть экскурсия по карловым варом совершенно сказочная на нашем сайте и вот нас ждет волшебная прогулка в воскресенье в режиме онлайн в прямом эфире время тоже указано на топусе загляните посмотрите во сколько я не помню у меня уже столько в голове что я прошу прощения время не помню вечером посмотрите на сайте завтра я еще раз объявлю конечно тоже об этом вот я же с вами пока прощаюсь и мы с вами встретимся завтра с утра на утреннем кофе в 8 15 я по-прежнему обращаю ваше внимание я на 15 минут сдвинула время связано с тем что я в городе и с детками привожу их в школу и мне нужно найти просто местечко дойти до него да и соответственно это берет немножко времени так что завтра в 8 15 мы встречаемся на утреннем кофе а в пятницу да сбок будет выход нашего блога святая земля сегодня но вот мои дорогие все всего вам самого хорошего храни вас всех господь